Украинская армия планомерно переходит на стандарты Альянса. Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль. Государства-члены Североатлантического Альянса продолжают оказывать помощь Вооруженным Силам Украины. Тем временем военно-промышленный комплекс России сокращается под натиском санкций. Потери в рядах российской армии и деморализованный кадровый состав не позволяют реализовать планы наступления вглубь Украины. О том, почему Россия, вопреки собственным угрозам, не решится на прямое боестолкновение с НАТО, расскажет Лариса Зубенко. Экзистенциальная угроза со стороны НАТО – одна из любимых страшилок Кремля и подконтрольных ему пропагандистов. Путин и его окружение годами демонизировали образ Альянса, абсолютно точно зная, что НАТО не планирует нападения на Россию. Кремль держит россиян в страхе перед якобы грядущей войной с Западом. Это удобный предлог для того, чтобы оправдывать все – от нищеты собственных граждан до агрессии России по отношению к другим странам. Для Путина, в первую очередь, НАТО – это повод для того, чтобы совершать те или иные военные преступления, агрессию против соседних стран, оправдывать свои военные преступления. Также, конечно же, мол, мы вынуждены идти на эти шаги, потому что нам угрожает именно Североатлантический Альянс. И в целом оправдывается, безусловно, то, что колоссальная часть бюджета Российской Федерации направляется именно на силовые структуры, на военно-промышленный комплекс, на армию и так далее, а не на поддержание экономики, на повышение благосостояния населения и так далее. В Москве утверждали, что ответят на расширение границ Альянса. Не пустим НАТО на границе с Россией, повторяли кремлевские пропагандисты, оправдывая полномасштабное вторжение России в Украину. Однако, после неудач российской армии на поле боя в Украине, оплом Кремля поутих. Безусловно, Россия – это политический, экономический и военный лузер. Ее неизбежно ждет катастрофа, и НАТО не испытывает на конвенционном уровне теперь уже какой-либо угрозы после того, как ВСУ уничтожила Рейх, насколько можно, и увидела, что это колосс на глиняных ногах. Это не только никакая не вторая армия мира, а это есть армия вообще второго сорта среди армии. Она даже ни в коем случае ни на йоту не приближается к США, Британии, Франции, Германии, Израилю, Турции. И счастье России, что она не получила Турции ни в Сирии, ни в Карабахе. Изменилось и отношение НАТО к российской армии. Если раньше ее называли второй в мире, то сегодня аналитики отмечают неспособность россиян успешно продолжать наступление в Украине. Помогают и санкции, введенные Западом, которые буквально уложили российский ВПК на лопатки. К счастью, Российская Федерация в ближайшие 10 лет не способна ничем удивить даже саму себя, потому что их ВПК, их экономические возможности, их технологические возможности, их уровень, ноу-хау не позволяет им даже достичь в течение следующих 10 лет уровня, который они имели по состоянию на 24 февраля 2022 года. Они даже не смогут изготовить свои якобы современные, будто бы не имеющие аналогов, самолеты Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, потому что у них нет уже доступа к технологиям, у них нет доступа к комплектующим, у них нет доступа к микросхемам, к чипам, к оборудованию, которое они спокойно до 2022 года покупали у Германии, Франции, Британии и даже в США. Эксперты утверждают, до окончания войны с Россией Украина вряд ли станет полноправным членом альянса. Однако стандарты украинской армии постепенно приближаются к натовским, а опыт и боеспособность во многом превосходят. На сегодняшний день не столько Украина уже должна хотеть вступить в НАТО, сколько НАТО должно желать, чтобы Украина вступила в его ряды. Поскольку на сегодняшний день украинская армия уже доказала, что она по своему милитарному потенциалу на голову превосходит большинство армий НАТО, и не только превосходит, но и помимо всего прочего, еще и может кое-чему и научить. Лариса Зубенко специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Что бы могло тогда еще остановить Путина? Хотя это неблагодарное дело говорить в прошлом, потому что мы имеем сегодня то, что имеем, а мы имеем серьезную агрессию, мы имеем серьезную войну, которую Российская Федерация продолжает. Начало февраля масштабы военной активности России на границе с Украиной такие не наблюдались ранее. И об этом сообщали тогда все, и телеканалы сообщали западные, и ссылались на начальника штаба обороны Британии адмирала Тони Радакина. Премьер-министр Великобритании Борис Жонсон приезжает в Киев, проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят и подчеркивают стороны, что полномасштабное военное вторжение России в Украину будет крупной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия. Далее происходит телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкина с главой МИД Сергеем Лавровым. Блинкин призывает Россию незамедлительно отвезти войска в военную технику от границ с Украиной. Россия должна немедленно предпринять шаги для деэскалации. Российское вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия. Это так коротко, понятно, сейчас можно большой фактаж вспоминать, но вот эти предупреждения, которые звучали тогда, они же все равно не привели к тому, что вторжение не состоялось. Мы имеем вот ситуацию 24 февраля 2022 года, мы имеем ситуацию сегодняшнего дня. Это про что говорить? Что Путин, возможно, и боится НАТО, но все равно решил проверить Альянс. Я вот хочу просто, чтобы вы свой анализ, Джейсон, провели в нашем эфире, а далее мы уже пойдем по сегодняшним событиям. Ну, как вы знаете, американцы сказали уже в октябре, уже почти год назад, что начнется война скоро. Было видно, что Путин собрался, это нападение на Украину. Но, что интересно об этом, что я думаю, что Путин действительно был уверен, что Соединенные Штаты, что натовские страны не были готовы на такие экстременальные сакси, которые сейчас против России. Они думали, что точно американцы и европейские партнеры не бы дали Украине такие оружия, как сегодняшний день, которые есть в Украине, как Химмерс, например, которые действительно, это огромный шок для Путина. Тем более, думаю, что все, которые округивали, сказали, что нет, на самом деле у нас самая великая армия, вторая самая великая армия в мире, это будет легко всего три дня. И мы видим, что это все просто не так. Кажется, что у него действительно очень плохая информация, различная информация. И он был уверен, что он мог показать миру, что Россия, как страна, действительно вторая великая мировая армия. Но это просто не так. Это была огромная ошибка его. И мы видим, что сегодняшний день так сложен для России любого прогресса в Украине. Джейсон, хотелось бы уточнить сразу по поводу, мы сегодня уже обсуждали этот вопрос, это пятая статья устава НАТО, которой пригрозили в очередной раз России на фоне ядерной угрозы, ядерного шантажа на Запорожской атомной электростанции. Соответственно, а какие еще, ну то есть Украина не страна-член НАТО, это ни для кого не новость, пока не член НАТО. Но тем не менее, если речь заходит о Запорожской атомной электростанции, то тогда применима пятая статья. Соответственно, мне хочется понять, а какие еще могут быть угрозы для того, чтобы НАТО грозила, грозилась пятой статьей, для того, чтобы весь блок НАТО вступил в войну против того, кто сделает определенную агрессию, либо ядерный взрыв, ну в частности против России в данном случае. Ну, по поводу атомной станции, очень важно заметить, что это не было решение НАТО, это было решение всего одной страны, НАТО, насколько я помню, Британия, которая сказала, что это была бы Ланник, пятая статья. Но все равно, что еще, кроме этого, я думаю, что это очень сложно сказать сейчас. Если бы были такие, как еще жесткие примеры геноцида, тогда возможно, что тогда НАТО, Ланник, это была уже причина использовать пятую статью, защищать Украину. Но, как мы видим, уже очень сложно работать с европейскими партнерами, насколько не все, конечно, но много, например, Германия, не хотят войну, все избегают этой возможности. А другие страны, как Британия, как в Соединенных Штатах, мы видим, что Ланник, это уже есть огромный интерес помочь Украине побольше. И, Джейсон, Россия, также это стратегический вызов для НАТО в Арктике. Генеральный секретарь Альянса Йенс Толтенберг во время визита в Канаду заявил, что возможности Российской Федерации на Крайнем Севере представляют собой стратегическую проблему для Альянса. И теперь Североатлантическому Альянсу необходимо сильное союзническое присутствие в Арктическом регионе. Давайте услышим. Значение Крайнего Севера возрастет для НАТО и Канады, потому что мы наблюдаем значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружений. Йенс Толтенберг, генеральный секретарь Альянса. То есть, соответственно, Путин... Я хочу просто для себя понять, боится ли он в итоге Альянса и боится ли он противостояния. Либо это, как обычно, происходит в истории. Россия показывает, грозит всему миру своими мышцами, своими мускулами. Показывает, что вот мы и в Арктике можем устроить, а вот мы тут захотим и в Украину пойдем и так далее. Но на самом деле дальше угроз ничего не сдвинется. То есть Россия может ввязаться только в войну, не понимая, что весь мир будет... Цивилизованный мир будет поддерживать Украину. Против Украины может ввязаться. Но я слабо себе представляю, как будет происходить противостояние в Арктике с членами Альянса. Ну, это смешно. Я согласен полностью с вами. Россия, как и всегда, хочет грузить целый мир и сказать всем, что они такие сильные страны. Ну, я думаю, что-то просто не так. То есть это действительно армия, это фетровый сорт, это ничего серьезного. И свои планы для Арктики, это смешно, пока у них нет денег для войны в Украине, которая очень актуальная проблема для них. Это пожар дома. Это важно. Надо решить это как-то. И они говорят, что Арктика, это далеко. Зачем? Кто сейчас хочет бороться за Арктику? Средневеком Штатах, конечно, есть гораздо лучше. Морский флот, чем у России. И на последнее время, я не помню уже год, кто-то говорил о Арктике. Это так не важно, никто не об этом говорит. И думаю, что это просто, они не хотят признать, что на самом деле дома, то есть и на границе, и в Украине есть такие огромные проблемы. И они не готовы защищать эту территорию, которую они захватили. Они уже теряют территорию. И как это признать? Они не могут. И зато они придумали такие вещи, чтобы люди смотрели на другую сторону и не заметили, что здесь у них огромные проблемы без ответа. Джейсон, а я хочу немножко по-другому задать вам вопрос. Прочитала материал, который сделал бывший генсек НАТО, Джордж Робинсон, как раз в начале марта. Он себе сам задал вопрос, зачем Путин торгся в Украину. И вот он потом объясняет, на самом деле, что Путин, возможно, не так боится НАТО, как боится вступления Украины в НАТО. И это надо, вот так вот нужно смотреть на эту тему. И дальше он объясняет сам с собой. Ну, вот знаете, это очень интересно, когда человек грамотно ведет сам с собой диалог, потому что оно очень важно. Он задается вопросами. И вот он пишет. Последние несколько недель я вместе со всем миром задавался вопросом. Что происходит в голове у человека, который в одиночку отдал приказ о вторжении в суверенное государство в 2022 году? Я, кстати, по сей день себе задаю вопрос, как можно было вторгнуться в суверенное государство в 2022 году, а у себя, ну, извините, гробить свое население, нищета и так далее. Но вопрос в другом. Далее он пишет. Что в голове у человека, того человека, с кем я встречался 9 раз в Кремле и Брюсселе? Что в голове у человека, с которым я плодотворно сотрудничал? Просто об этом все забывают. Россия сотрудничала с НАТО, сотрудничала по разным аспектам. Что в голове у человека, с которым мы создали совет Россия-НАТО, в котором Россия на равных сидела за столом переговоров? Вот что в голове у человека, я думаю, что это сложные вопросы. Ответит ли сам этот человек себе на вопрос, что у меня в голове это очень сложно. Но на самом деле, возвращаясь к началу, то, что и описывал бывший генсек НАТО, то, о чем мы сегодня, я сейчас уже вспоминала, Джордж Робинсон. Кремль боится, и Путин боится НАТО, или все-таки того, что там окажется Украина и станет полноценным членом Альянса? Знаете, есть такая теория, я согласен с этим, о том, что Россия на самом деле не хочет и никогда не хотел конфликта с Америкой или с НАТО. Они просто об этом говорят. А почему это говорят? Потому что они знают, что если они будут публично, там говорят, что мы готовы бороться с Россией, Россией, с Соединенными Штатами, с НАТО, тогда все страны, которые вокруг России, например, Украина, Грузия, мы думали, что вот, если они готовы даже бороться с Соединенными Штатами, тогда значит, что они точно будут готовы бороться с нами. Лучше не трогать Россию. Это была просто стратегия, чтобы все страны, которые им, скажем, важно, которые близко к России, они боялись России. Я думаю, что это была своя стратегия. Потому что я не знаю ни одного человека, и даже в России, те, которые серьезно занимаются военной историей, никто не думает, что Россия может действительно выиграть войну против НАТО. Это просто нереально. И, например, зачем им свой флот сейчас, Черном море, Черном морский флот. Мы знаем, что это флот, это старое, это не новое. Технология очень старая, огромные проблемы. Это уже 40 лет сидит, ну, больше. Много из этих кораблей уже больше 40 лет там сидят. Зачем? То есть, действительно, если вы видите современную технологию в Франции, в Америке, это гораздо лучше. Как они могут думать, действительно, что такой морский флот готов бороться с Америкой? Это просто нереально. Потому что это, на самом деле, они никогда не планировали атаковать Америку с этим. Они планировали атаковать Грузию или Украину с этим. И это была своя стратегия. Потому что, на самом деле, Россия сама знает, что война с НАТО будет конец России. И быстро, очень быстро конец России. Ты хочешь предложить? Продолжай, Леонид. Я глобально, да, я просто хотел глобально уточнить, пока мы далеко сильно не отошли от Финляндии и Швеции, на самом деле, что от чего в итоге, ну вот, вторжением таким откровенным добился Путин. НАТО все ближе, Украина стремится в НАТО. И, как уже заявляют высокопоставленные чиновники, хотя и в прошлом, я Киссинджера имею в виду, что это уже фактически член НАТО, да, говорит он, и не доверять такому уважаемому политику, ну, как бы, очень сложно. Но, тем не менее, Финляндия, Швеция, вот уже буквально в нескольких шагах от вступления в Альянс. Границы все ближе, там Петербург. То есть, для чего это все нужно было? В чем стратегическая задумка была, если все то, чего боялся Путин, сейчас реализовывается в геометрической прогрессии? Ну, как я говорю, я думаю, что это не было о НАТО. На самом деле, он просто хотел контролировать Украину. И даже это не вопрос НАТО. Это вопрос, если это будет под наявление Руси или под наявление Запада, скажем, в его глазах. На самом деле, это свободная страна Украины, конечно. Она сама решает свое будущее. Это не из-за Соединенных Штатов, не из-за России не должно быть. Свой народ выбирает свое будущее. Это свобода. Я это не понимаю. Путин не понимает, что такое свобода. Он думает, что действительно, если Украина будет в Европейском Союзе, в НАТО, это значит, что уже эти другие страны, западные страны, решают будущее Украины. И это просто не так. Это действительно не так. Но насколько они живут там в своем мире, в Москве, в банкере, они так долго не понимают современный мир, что этот план на Украине не существует в Европе. Это свобода страна. Если Украина хочет попасть в НАТО, хочет попасть в Европейском Союзе, должен иметь это право. Потому что это свобода страна, и свой народ выбирает свое будущее. Ну вот в предложении, я сегодня вспоминала бывшего генсека НАТО, Джорджа Робертсона. 25 февраля он выступил в Британской палате лордов. И он там воспоминания, даже в своем выступлении, он вспоминал о том, как Путин на саммитах НАТО стоял возле него. Он вспомнил 2002 год, 20 лет назад. Да, казалось бы, это было 20 лет назад. Тогда был саммит НАТО-Россия в Риме. И вот он воспоминания свои описывает. И что говорит, что сказал Путин тогда? В России всегда играла важнейшую роль в международных делах. Но проблема для нашей страны, то есть для России, заключалась в том, что долгое время складывалась ситуация, когда на одной стороне была Россия, а на другой весь остальной мир. Ничего хорошего из противостояния между нами и остальным миром не вышло. Прошло 20 лет. И ситуация та же самая. Сейчас Российская Федерация своими же руками, Кремль, Путин, сделали все так и делают все так, что противостояние на самом деле сейчас происходит между Российской Федерацией и весь остальной мир настолько сплотился вокруг Украины, уже даже Индия приняла решение, что Владимир Зеленский, президент Украины, сможет выступить в ООН. Это первое такое, со стороны Индии. Мы часто вспоминаем Индию и Китай, там какие-то решительные действия ждем. Мы видим, весь мир продолжает вот это вот вокруг Украины. И чего же добился Путин? Это в финале, вот так коротко, у нас полторы минуты до финала. На самом деле, чего добился? Добился того, что весь мир на самом деле говорит о том, что быть в НАТО это хорошо. Выходит так. Да, вообще, это был просто храк, это было очень успешно на Путин. И что в Финляндии скоро будет в НАТО. Это, как вы сказали, пара часа из Питера. Как это поможет Путину? Но Индия что-то показывает, что на самом деле эта война никогда не была у НАТО. Это было просто из-за того, что Путин хотел контролировать Украину. Он хотел уничтожить украинскую культуру и поставить российскую культуру. В его глазах Украина не страна. Это должна быть просто земля, часть Руси, еще область Руси. Это причина войны. Это не у НАТО. Он просто говорит о НАТО, чтобы Запад думал, что они виноваты для войны. Но на самом деле это Владимир Путин сам виноват. Он главный террорист в мире сейчас. И он воюет против украинцев из-за того, что он не уважает их, не любит их и он хочет их контролировать. Я вам благодарность. Джейсон, огромная благодарность. Еще обязательно пообщаюсь о наших эфирах и особенно благодарность за этот финал, к чему мы с вами сегодня пришли. Мы же будем продолжать. Джейсон Смарт, американский политехнолог. Политолог был с нами на связи.